Всем привет, с вами снова Александр Капралов. Сегодня тема, которая многим будет актуальна, тем более, что сейчас начнется лето. Как научиться подтягиваться на турнике, имея нулевую подготовку. Никакого инвентаря вам для этого не понадобится, тупо на спортивной площадке. Перед тем, как начать изучение подтягиваний, необходимо разобрать сами подтягивания, вообще, что это такое, из чего это состоит. Давайте начнем. Первое. Подтягивания напрямую зависят от вашего хвата, от его силы, от его выносливости и так далее. Второе. Подтягивания и их особенно количество зависят от того, насколько крепки ваши сухожилия и связки. Третий момент. Подтягивания напрямую зависят от тренировочных объемов, которые вы себе даете. Это не обязательно сами подтягивания. Это могут быть какие-то адаптации, например, подтягивания под наклоном и так далее. Четвертый момент. Подтягивания напрямую зависят от силы ваших плеч и спины. Сейчас обо всем по порядку более подробно. Изучение подтягиваний я лично рекомендую и сам в свое время начинал с укрепления хвата. Обычный виз для этого будет более чем достаточен. До каких объемов нужно дорасти, чтобы переходить к следующему упражнению? Ваш виз должен быть примерно хотя бы 30-50 секунд без разбивок. Это должна быть наработка объемов в этом визе. То есть вы не просто можете висеть 30 секунд и во втором подходе все, уже не сможете повторить этот результат. А вы должны за тренировочную сессию нарабатывать 3-5 минут чистого виза на турнике. Я рекомендую работать по секундомеру. Повисели 30 секунд, ровно полтора минуты отдыхаете. Еще 30 секунд. Если не получается по 30 секунд, не вопрос. Делайте по 20, по 15. Как только вы достигнете уровня, что вы можете висеть минуту, допустим, без разбивки. Второй и третий подход у вас будет близко около минуты тоже. Можете себе твердо сказать, что ваш хват окреп для подтягиваний. Но опять же, не надо зацикливаться только на хвате. Вы параллельно можете отрабатывать все остальные важные пункты, про которые я говорил в начале видео. А второй у нас важный пункт идет. Это статика. Количество ваших подтягиваний напрямую зависит от выносливости ваших сухожилий и связок. Как они нарабатываются. Вы подтягиваетесь. Ой. Вы же не умеете, я забыл. Вы подпрыгиваете на турник. Можно немножко вот так вот ногами держаться за трубу, снимая нагрузку. И вот в этом положении находимся как можно дольше. Ориентир по времени, опять же, 20-30 секунд. Как только вот без вот этого вы сможете висеть 20-30 секунд, считаете, что ваши связки и сухожилия уже полноценно готовы к подтягиваниям. Но тут вы столкнетесь с новой для себя проблемой. Вы не сможете стартануть. То есть вы будете вот так вот висеть. И у вас старт будет похож на что-то типа вот это. Если при этом вы подпрыгнете, у вас будут получаться подтягивания. В чем дело? В том, что нужно нарабатывать после вот этих тренировок основных упражнений, да? Где вы полностью весь свой вес тела переключаете на свои кисти и на свои согнутые руки. Как только вы вот на это вот поработали, обязательно в конце тренировки добивайтесь какими-то легкими упражнениями. У нас тут есть прекрасный маленький турник. Если у кого-то их нет, я покажу потом другую адаптацию. Так вот, легкое упражнение в вашем случае будет это подтягивание под наклоном. Вот в таком положении после основной тренировки переходите сюда и делаете подтягивание под наклоном. Что касательно объема. Если я сказал по вису на прямых руках, что это 3-5 минут, на согнутых руках хотя бы 2-3 минуты объем тренировочный за тренировку нужно выполнять. С поддержкой, без поддержки, да? Можно меньше, но стремиться надо именно к этому объему. Что касательно объемов в подтягиваниях под наклоном. 3-4 подхода по 20 раз потихонечку к этому приходим. Если не получается 3-4 подхода по 20 раз, совокупно это 60-80 повторений, делаем это за 5-7 подходов. Но объем общий тренировочный обязательно добиваем. От этого зависит ваш прогресс. Если у вас будут какие-то детские уровни, типа там 3-10, вот здесь и там по 30 секунд, вы никогда не научитесь подтягиваться. Поэтому на тренировочный объем основной упор. Если у вас нет наклонного турника, это можно все делать на брусьях. Забрасываем ноги и отсюда подтягиваемся. Да, кстати, этот способ, если что, будет сложнее. Если нет турника, можно также висеть на брусьях, как бы вот эти все положения. Объемы поотрабатывали, висы поотрабатывали, хват укрепили. У нас не хватает сил на старт, то есть не хватает именно плеч. Базовое упражнение, которое вам поможет в их укреплении, это обычные отжимания на наклонном турнике, либо отжимания от пола. Так как это упражнение уже такое, ну, если сравнить с остальными, более легкое, в нем тоже нужно нарабатывать объем. И отжимания на брусьях, они будут хорошей дополнительной силовой базой для того, чтобы вы научились нормально подтягиваться. И с этим у вас не было никаких проблем. Если по какой-то причине вы хотите не только от пола отжиматься, и это правильно, а как-то еще дополнительно разнообразить, да, нагрузку на плечи. Те же самые брусья, немножко упрощенная версия. Я не буду уже прям вникать в детали, но, конечно же, да, в подтягиваниях работает и принимает участие кор. Поэтому, если в конце тренировок вы еще будете что-то типа такого делать на ваш пресс, или то же самое, но упорен на локтях, оно немножко полегче. Совокупный эффект будет намного сильнее. Разберем небольшую кашу, которая у вас в голове после просмотра этого ролика появилась. Как будет выглядеть ваша тренировка от первого упражнения до конца? Еще раз, начинайте. Вис на турнике. Просто висите. 20-30 секунд. Набираете 3 минуты объем. Либо одним упражнением, либо в комбинации, как я рекомендую. Если делаете комбинацию, сначала статика на согнутых руках с поддержкой, да, какой-нибудь там. 20-30 секунд здесь повисели. Перешли сюда и довисаем 20-30 секунд здесь. У вас получается, чтобы выполнить объем, нужно порядка 6-7 кругов. Сделали 6-7 подходов. Идем на добивочное упражнение подтягивания под наклоном на низком турнике. Чтобы у вас отрабатывался вот этот паттерн движения по хватам, их тоже можно менять. Хват снизу, хват сверху. Это будет только вам в плюс. Насчет хватов. Это и в висе, и в статике тоже применимо. Молотковый снизу, разнохват сверху. Все это можно комбинировать во всех этих 7 подходах, которые я вам там обозначил. Здесь я рекомендую работать по прогрессивной, скажем так, системе. Допустим, сделали первый раз 15 раз. Значит, второй подход у вас будет в районе 11 повторений. Дальше 9-9-7-7. То есть, понятно, да, идет по убыванию. Но эти первые 15 у вас должны быть прям практически чуть ли не в отказ. Это важно. Только так как бы развивается сила. Если вы будете делать какое-то комфортное количество повторений в каждом подходе, толку никакого. То же самое по цифрам, как я здесь сказал, применимо к брусьям. Если вы не хотите такую систему использовать, хотите попроще, выбирайте условно комфортное количество повторений в районе 8-10. Но имейте в виду, что последние несколько, 2-3 повторения у вас должны быть. Но через не могу, через не хочу. То есть, вам должно быть тяжело. Тогда от этого эффект будет. Также 5-6 подходов. Объем тренировочный, помним, да? И после того, как вы подтянулись, переходите к отжиманиям. В отжиманиях работаем, опять же, на большой объем, 15-20 повторений. 5-6 кругов. Либо под наклоном отжимания вот такие, либо то же самое, только отжимания от пола. Я также упоминал, что виз и статику на согнутых мы можем комбинировать в комбинацию. Здесь то же самое. И это даже будет лучше, если вы это закомбинируете в комбинацию. Таким образом, подтянувшись здесь, допустим, 10 раз, вот вы сделали 10 повторений, и сразу у вас идет работа в противоход. 10 повторений здесь. Таким образом, будет даже эффективнее, потому что вы, плюс ко всему, помимо развития силы, тренируете сердечно-сосудистую систему. Это вам будет в огромный плюс. Вы просто быстрее спрогрессируете, и в будущем будете вывозить большие тренировочные объемы. Да, я там говорил, там 7 подходов, здесь 6 подходов. Это не у всех получится. Поначалу будет сложно, потому что ваша сердечно-сосудистая система просто не подготовлена. И вы, скорее всего, сделаете там 3-4 подхода там, 4 в лучшем случае здесь. Ничего страшного. Через комбинации вы этот момент быстрее прокачаете. Это касательно системы, которую вы можете внедрять, будучи новичком, который не умеет подтягиваться. Люди, которые уже умеют подтягиваться, с вами все намного проще. Вам достаточно добавить усложнение небольшое. Вы, допустим, подтягиваетесь уже 10-15 раз. Как подтягиваться 20-25? У вас один момент, который нужно усилить. Это выносливость и крепость ваших связок сухожилий. А именно статику. Но, допустим, не просто висеть, а добавлять. Татодинамические подтягивания. Они выглядят вот таким образом. Переходы в статике на турнике. Они выглядят вот таким образом. И, допустим, что-то типа вот такого упражнения, которое выполняется на брусьях, задействует кор еще дополнительно. И вообще, в целом, все ваше тело. Это перевороты на брусьях. Так как вы уже умеете подтягиваться, вам нужно скомбинировать два упражнения. Обычные подтягивания. То есть, допустим, вы сделали 6-10 раз, без разницы. Сделали, после этого меняете хват, либо тем же, это на ваше усмотрение, и делаете в два раза больше в статодинамическом стиле. 6 раз подтянулись, 12 вот таких в статодинамическом стиле. Опять же, даем упор на объем. 5-6 подходов. Либо сделали подтягивания тоже 6-5 раз, учитывая, что у вас максимально 10, да? И добавили переходы статики в 3 раза больше. Потому что они еще легче делаются. Запрыгнули. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Они делаются быстро, резко. Если вы просто добавите только вот это, недельки через полторы-две ваши 10 подтягиваний вырастут где-то в 17-18. Ваши 15 вырастут где-то в 20-22 повторения. Думаю, на этом можно заканчивать, потому что форматов того, как еще больше все это усилить, развить и ускорить вот это самое развитие, что по силе, что по выносливости, ну, их очень много, этих форматов. Более подробно я буду с вами всем этим делиться уже в следующих видео. Подпишитесь на мой телеграм-канал, поставьте лайк этому видео, напишите в комментариях, было вам полезно или не было полезно, актуальна ли эта тема вообще. В общем, я надеюсь, вам понравился этот видос. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на телеграм-канал. С вами был Александр Капралов. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok